В этом видео я расскажу, как сделать флейту североамериканских индейцев или пимак из такого вроде необычного для этого инструмента материала, как бамбук, который больше характерен для азиатской культуры. Плюсы здесь очевидны. Мы избегаем самого коварного этапа, который на корню может загубить музыкальный инструмент. Именно создание внутренней игровой полости. В предыдущих видео я наглядно показывал, как это делать. Также плюсом можно отнести твердость и гладкость внутренних стенок бамбука, которые создают идеальную игровую полость. У меня завалялся вот такой вот обожженный бамбук, который не требует какой-либо обработки. Донатакта в принципе не требует, только торцы, если замазать маслом. А сама ламинированная поверхность у него тем-то и хороша, что не пропускает влагу и создает отличный звонкий резонанс. Ну и отмечаем, как на видео, примерно два с половиной колена и отрезаем неподалеку от сочленения, рядом с перегородкой. Расширяем внешнюю перегородку, а внутреннюю чем-нибудь выдалбливаем. Выдалбливаем. Расширяем внешнюю перегородку. Ну а далее по классике размещаем площадку, где будет свисток и уберем все лишнее, например, напильником. У меня есть шлифмашинка, я что, дурак что ли напильником шкрябил? Затем свисток, размер где-то 6х10 или 5х9 или 4х8 и воздушный канал. Доводим надфилем и создаем спуск свистка. Далее делаем сам блок с воздушным каналом внутри, но советую делать канал в самой флейте. Так круче! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше настройка. Берем аппликатуру на Pimac, добавлю под видео в описании. Ищем первую ноту, от которой отталкиваемся. Делим мысленно флейту на три части. И на первой части ставим пальцы правой руки, как вам удобно. Я ставлю, у меня первая рука левая, но это неправильно. И отмечаем эти отверстия. Затем снизу вверх начинаем рассверливать отверстия, начиная с меньшего диаметра сверла. И постепенно расширяя отверстия, добиваясь правильной ноты именно на открытом этом отверстии. Отталкиваясь от той аппликатуры, которую вы скачали. И так сверху вниз все пять отверстий. И так сверху. И так сверху. И так сверху. Продолжение следует... И вот такая штука у нас получилась. И я считаю, что это достаточно прекрасный экземпляр. Выглядит аутентично, звучит круто, делается легко. Потому что... Почему? Потому что она уже на 99% изготовлена. Отверстие здесь есть, сверлить не надо. Только надо верхние вот эти игровые отверстия просверлить и настроить ее. В принципе, я рассказывал, как настроить в предыдущих роликах более подробно. Попробуем что-нибудь сыграть. Неудобно просто тут, непривычно. Пальцы. Да, да, круто. Да, звук достаточно... Недостаточно, звук идеальный. Потому что бамбук имеет прекрасную структуру. То есть снаружи такое стеклянное твердое покрытие. Как раз прям для идеального такого звука. Да, снаружи, внутри. Такое вот прям покрытие. Но одновременно легко обрабатывается, потому что между этими покрытиями само собой трава. То есть все это расшлифовывается. Игровые отверстия расшлифовываются. Вот. Ну, а эти две флейты сейчас вторую доделаю. Отправить своим хозяевам по почте. Вот. Меня просто попросили сделать. Как ни странно, сразу два человека. Ну, я не смог отказать. Конечно же, это сейчас на продажу не делать. Потому что и так делал до хрена в мастерской. Вот. Так что можешь сделать такое дело сам. В этом нет ничего сложного, как показывает практика. Достаточно иметь желание. И внимательно смотреть за видео. Ну, а я желаю всем удачи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok